МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это даже хуже известного скандала с камнем, пишут телеграммеры. Не все помнят, но в 1973 году был обнаружен огромный камень, покрытый древними руническими письменами. Новость была сенсационной, местное научное сообщество ликовало, но оказалось, что камень – декорация фильма Кызжебек. И древние письмена были выбиты в 1969 году художниками на обломке скалы для большей историчности фильма. В общем, это означает, что никто из редколлегий журнала, сам журнал даже не пролистывает, и там можно публиковать всякую ерунду, негодует телеграммер. Вот как комментируют данную новость в Фейсбук. Это хороший пример, как не надо делать после того, как журнал вошел в список рейтинговых баз. И это еще раз подтверждает необходимость усиления требований к отечественным научным журналам, даже если они уже вошли в международные базы, в том числе требования по обязательному независимому рецензированию. Многие возмущались, но, как показывает данный конкретный пример, это политика МОН, правильное добавляют авторы. А сейчас готовьтесь, переходим к другим январским темам. Автор телеграм-канала Абишев Аналитикс реагирует на новости о якобы совершенных хищениях во время строительства модульного госпиталя у Алматы. И факт этот, как пишут телеграммеры, достоин самых критических слов. Быстро возводимый антиковидный госпиталь оказался еще быстро похищаемым. Антикор косо смотрит на главу управления комфортной городской среды Алматы, подозреваемого в хищении на пике пандемии почти 9 миллионов долларов на строительстве модульной больницы. Телеграм-каналы со ссылкой на антикор выкладывают подробности истории и пишут, что госпиталь в Алматы построен за 2 миллиарда тенге, а не за 5,9, как заявляли ранее. То есть похитить могли 3 миллиарда 900 миллионов тенге. Комментаторы вспоминают, как строители признавались, что строить будут без дохода, то есть в ноль. И иронизируют, что откат входит в себестоимость. Мажорисвуман Ирина Смирнова в фейсбуке тоже реагирует на новость. Вот почему так спешили строить эти бараковидные больницы. Теперь все стало на свои места. Но телеграммеры предлагают не делать поспешных выводов. 5,9 миллиарда тенге на 280 коек – это 21 миллион на одно место в модульном строении. И надо понимать, что там было медоборудование, и оно тогда стоило немало. Ну, не хочется верить, что когда наши люди умирали, кто-то воровал миллиарды вот так у всей страны на виду. Прокомментировал данную ситуацию и глава строительной компании, возводившей госпиталь, и ответственно заявил, что компания не замешана в противоправных действиях. Не стоит верить непроверенной информации, которая сейчас опять кем-то распространяется. Упс, все. Далее наши любимые новости футбольного мира вместе с телеграм-каналом «Кожахмет Инсайт», автор которого сообщает, что новым главным тренером «Шахтера» будет назначен Али Алиев. Вопрос практически решенный. О возможности этого назначения говорится давно, и решение это лежало на поверхности. Директор клуба Ерлан Уразаев доверяет Алиеву. Ну и помимо этого есть много факторов, говорящих в пользу приглашения молодого тренера. Во-первых, у Уразаева есть некий карт-бланш. Летом он назначил вместо Грозного никому неизвестного Константина Горовенко. И угадал. Результат всем известен. «Шахтер» сенсационно пробился в лигу конференций. Во-вторых, бюджет «Шахтера» сокращен существенно. А Алиев уже зарекомендовал себя как специалист, способный давать результат в стесненных условиях. В 2019 году он привел Козылыжар к победе в первой лиге с бюджетом меньше, чем у конкурентов. В-третьих, назначение казахстанца в нынешних сложных условиях куда правильнее, чем приглашение иностранца, которому еще нужно будет адаптироваться к работе в специфических условиях. В этом году их ожидается как никогда много. Табол, Козылыжар, ЖТСУ, «Шахтер», «Кайсар», «Арысь» возглавляют казахстанцы. И, возможно, рассуждает автор, таких клубов будет еще больше, если в Таразе на первое место поставят футбол, а не личные амбиции и интересы. В продолжении забавная история от телеграм-канала «Остановка-98». В Нур-Султане мужчина замаскировался, чтобы обокрасть учебный центр. Он наделся во все белое, только балаклаву на лицо надел черную. Действовал не спеша, чтобы никто из прохожих не заподозрил. Успел украсть телевизор, принтер и микроволновку. Но его все равно нашли. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте.